Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, прошедшая неделя была очень насыщенной в плане церковной жизни, ибо на прошедшей неделе состоялся архиерейский собор Русской Православной Церкви со среды по вчерашний день. И завтра праздник введения во Краме Пресвятой Богородицы, столетие возведения на престол свидетеля Тихона, патриарха Всероссийского. Именно сто лет назад, в 17-м году, до введения в Краме Христа Спасителя состоялось это торжественное событие. И завтра в этом же Краме будет совершена Божественная Литургия, в которой примут участие многие представители поместных церквей православных, и, конечно, степейший патриарх Кирилл. И завтра наш тоже местный праздник, престольный праздник, введения во Крам Пресвятой Богородицы, в котором освещен этот большой Крам. Всероссийский Евгений сегодня и завтра две Божественные Литургии, ранние и поздние, в обычное время. Сегодня наш Крам был освящен в 2009 году Святейшим Патриархом Кириллом, то есть завтра восьмая годовщина. Сегодня тоже годовщина освящения нашего Малого Крама. В 2005 году, 3 декабря, был освящен Малый Крам, то есть Малым Крамем Преподобного Сергия Радонежа, но мы с вами уже 12 лет. По случаю всех этих событий, тетейший патриарх Кирилл обратился ко всем нам с посланием, которое я сейчас зачитаю, потом вкратце расскажу о тех событиях, которые имели место быть, и о которых я упомянул. Архиерийский собор, состоящийся в Москве 29 ноября 2 декабря 2017 года, обратился с посланием к Лиру, монашу, стоящему всеверным чадам Русской Православной Церкви. Возлюбленный Господь всечественные отцы, боголюбивые иноки, иноки, недорогие братья и сестры. Освященный Архиерийский собор, проходивший в городе Москве, кафедральном соборном храме Христа Отпасителя, обращается ко всем вам словами апостольского приветствия. Бог терпения и утешения додарует вам быть единомыслиями эту собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами, славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Так, воздавая хвалу Творцу, промыслителю и подателю всяческих благ, мы молитвенно вспоминаем важнейшие события в истории нашей Церкви, столетия которых отмечается в этом году. Это открытие Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов и восстановление на нем патриаршек. Одно из явных деяний Собора, избрание Святого Тихона на московский патриарший престол, совпало с началом жестоких гонений на Церковь Божию. Невинной кровью первых мучеников нового времени обагрилась наша земля. Вскоре беззаконие произвело по отношению к Церкви стали повсеместными. В этих преследованиях и страданиях за имя Христова множество верных чад церковных явили высочайший публик веры и мужества, приняли смерть и неудающий венец славы. Была эпоха грозных испытаний для всех народов Отечества. В результате страна оказалась почти на грани уничтожения, но по молитвам свидетель Тихона, сонма новомученика и исповедника в Церкви Русской, Господь преклонил милость свою к людям и не попустил злу восторжествовать окончательно. Нанимуя с благодарностью Богу, вместе с самоперцем и вклицаем, наказуя наказами Господь, смерти же не предоби меня. Помятуя трагедики событий XX века и размышляя об их причинах, мы должны с глубоким смирением искренне убеждение свидетельствовать пред ближними и дальними о главном уроке минувшего столетия. Без Бога никакое государственное или общественное строительство не приведет к благополучию. История показала, что пагомным для государств и гибельным для людей является революционное настроение, порожденное политическими провокациями, в том числе использующими запрос на социальную справедливость. Представители всех своего общества должны приложить усилия, чтобы избежать повторений ошибок, приведших в прошлом веке к страданиям и смерти множества людей, к разрушению нашей государственности. Мы свидетельствуем о неизменности миссии Церкви, который растяжал Спасителя Честного Своей Крови ради приведения людей в единство с Богом. Всем труженикам Виноградники Христовым надо напомнить о том, что краеугольным камнем церковной проповеди от святых апостолов и до скончания времен является радостной весть от пасения, дарованным через крестное воскресение Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Главное же служение, которому придал каждый пастырь, это совершение Божественной реки, поскольку принесение бескронно жертвы и благодарения всех из-за вся есть величайшая и важнейшая из всех возможных на земле дел. Единим и устоительным сердцем славящего Бесного Отца и Господа нашего Иисуса Христа, мы, члены Отечественного Собора, свидетельствуем о том, что молитву предстательства под престолов Содержителя, новомучерку испанинку церкви русской, труда и множество архиереев, приликовых, монашных, тысячах и мирян, дело церковного строительства продолжает развиваться. Восстанавливаются порушенные святыни, созидаются новые храмы, совершается иноческий подвиг, многочисленные насельники православных обителей, умножается количество церковных благотворительных начинаний, усиливается церковная работа по поддержке семьи, материнства и детства. Особую радость вызывает успехи в области работы с молодежью, в том числе развития добровольчества в епархиях и на приходах, а также приобщения детей к вере через воскресную школу и иные церковные образовательные проекты. В дни Архиерейского собора доставили нам радость общения с предстоятелями и представителями поместных православных церквей, прибывшие в Москву для отчасти от отчества, послушавшие столетия, патриаршные интервизации и святые две тихоли. Это зримое выражение православной единства имеет особое значение сегодня, когда многие христиане, подвергаясь гонению в задержку, нуждаются в нашей усердной молитве и действительном засуднике. Мы дорожим христианской солидарностью, потому что знаем, насколько она важна и нужна тем, кому сейчас приходится потерпевать невзгоды и испытания, подобно тому, как важна для нас была поддержка всех людей доброй воли во времена притеснения веры и церкви в нашем Отечестве. Да, по милости Божьей, мы много завелищие соборы, наши храмы благоукрашаются, благоустрояются, однако нельзя забывать о тех, кого изгоняет из храмов, кого взрывает и убивает террористов. Мы призваны мужественно и твердо отстаивать христианские ценности, вытесняемые сегодня жизнью многих народов. Примеры основанных апостолами первохристианских общин, более обеспеченные из которых, направляя материальную помощь менее обеспеченным, призывают нас заботиться о тех православных христианах, бедущих и страдающих от войны или от терроризма. В дни работы собора мы ознакомились с предварительными результатами исследований, проводимых с целью идентификации Екатеринбургских останков, и мы выражаем надежду, что по завершении этих исследований будет явлено истинно относительно принадлежности и понятных останков. Благодарность вам, ко благому Божию смирению, суд, собор, свидетельствует о явлении целых сонных святых для общецерковного почитания. Памятуя о пережитых нашими отцами и о переживаемых ныне многими христианами испытаниях, будем хранить единство церкви, молясь за каждое богослужение, по благосостоянии святой Божией церквей, о соединении всех, как и Христос молился о единстве христиан и о соблюдении их мира. Сам же Господь мира додаст вам мир всем и во всем, Господь со всеми вами. Аминь. Вот такое послание вы сегодня слышали, в которое обратился к нам архиерейский собор русской православной церкви. На нем обсуждались различные вопросы. В частности, было принято положение о браке, о том, какие люди могут вступать в брак, какие люди не могут вступать в брак, как в хрещении. Крестный отец и крестный мать, как в браке, состоят. Раньше мы это все знали, но оно как бы не было положено на бумагу. И сейчас создано такое постановление собора, которому мы все в нашей дальнейшей жизни будем придерживаться. Ну и, конечно же, особенно порадовало прибытие представителей всех по местной церкви практически, за исключением Константинопольского патриарха. Все первые иерархии представители были, все врачи обратились к привычной речью. И оказалось, что свидетельный патриарх всероссийский много трудов положил и служил за границей. Служил и в Америке, и служил и в Польше. И там помнит он о тех приходах, и знает его служение, и поэтому приехал поклониться этой великой святыне. Как вы знаете, в дни работы собора мощи свидетеля Тихона, патриарха всероссийского, которые почувствовали в Донском новостыре, были принесены в храм Хрисла Спасителя, и там все время пребывали на протяжении работы собора. Каждый день начиналось совершение божественной литургии в 7.30 утра. По совершению этой божественной литургии начинались заседания, которые проходили практически до глубокого вечера, когда первые иерархии и иерархии обсуждали множество вопросов, о которых я вам сейчас доложил. Вместе с тем, один из вопросов, который был обсужден накануне собора, состоялась специальная конференция, посвященная так называемым Екатеринбургским останкам, останкам императора Николая с его семьей, когда были расстреляны все семейство императора, императрица, его пятеро детей, доктор Боткин и повар Харитонов. Все эти 9 человек были жестоко расстреляны. И, конечно же, вызывает, может быть, множество вопросов не то, что эти останки на самом деле. Конечно же, этим великим угодникам божьих и принадлежат, как это оказалось впоследствии. Но не было дана достаточной базы генетической, антропологической, исторической экспертизы. Сейчас это все проведено, и, как бы, смотря на эти доводы, видишь, что все они схожи по внешним признакам, по черепам, которые, большинство из которых у них остались, одна и одиная кровь, одно и то же направление, и одни и те же люди были принадлежащие к одной семье, за исключением Боткина и Харитонова, которые явно отличаются от всех остальных членов царской семьи. Надо сказать, что уничтожение царской семьи было главной задачей советского правительства, ибо они пришли к власти, но вместе с тем, конечно же, они в корне, либо в действии были верующими когда-то людьми, знали о существовании Бога, знали о том, что есть какие-то ритуалы, есть какие-то таинства, и они, очевидно, хотели такими же ритуалами снабдить новую власть, в данном случае советскую. Для того, чтобы окончательно покончить с царизмом, с ненавистным родом Романовым, конечно же, им надо было уничтожить, как они говорили, всю Великую Евтенью, или иначе говоря, как говорят Ротские, всех тех, весь царственный дом, он поминал в свое время Великой Евтенье, после царствующего Синода священного, поминали царь, царица, великая княжна, княгиня и великий князь, всех их и уничтоженных, чему они, собственно говоря, стремились. И указание это поступило ни от кого иного, как от Ленина и Троцкого, и Светлого. Три человека, которые принимали это решение о расстреле в царской семье в Пайском доме в 1918 году, 17 июля, и приводил это в исполнение некий Юровский и другие восемь человек, которые, кстати, ни один своей смерти не умер, все приняли мученическую кончину, только мученицы они уже не за Христа, а за дьявола, очевидно. Всех их расстреляли в 1937-38 году, ни один из них не умер своей смертью. Смерть грешника люта, как мы знаем, и вот Господь их за все это наказал, не их, но и всю нашу страну в том числе. Дело все в том, что царь был не просто какой-то избранной фигурой, не просто каким-то президентом или царем, или правителем других стран. Он был помазанником Божьим, на который он помазал святую церковь, и поэтому, конечно, было сакраментальное единство духовной власти в лице уже патриарха, и светской власти в лице царя. И, конечно, прекращение этой династии было выразителем того, что династия Романова закончена, с царем покончена, пришла новая власть, безбожная, которая и начала творить, собственно говоря, свои беззакония. Почему эти данные были долгое время засекречены, и при советской власти даже сломали дом и патию, потому что, если это мировая цивилизация, да и мы с вами узнали о том, как расстреливать царскую семью, конечно же, это даже похлеще, нежели фашисты, наверное, в годы Второй войны применяли свои кадни и расстрелы. После расстрела, когда испертили подвалы Парижского дома, ведь были чекисты, их все проводили по документам, как они думали, остались документы, что они выписали 400 литров бензина, 200 литров серной кислоты, и вот этими двумя средствами, серной кислотой и бензином, они хотели сжечь все останки, которые останутся после расстрела царской семьи, но Господь судил иначе, поскольку не просто так сжечь останки человека на костре, не требуется ни одни, ни двое суток, к тому же была в гадиной яме погода, не способствующая этому, несмотря на то, что был месяц июль, шел проливной дождик, была грязь, и поэтому разделили на две части эти останки, почему вопросы в 97-м году возникали, что часть останков императора, наследника Алексея, императорица Анастасия была захоронена в нескольком стороне, примерно в 100 метрах от основного захоронения, вот когда прославляли первый раз захоронение состояло, то нашли только эти первые захоронения, этих двух не было, их в 97-м году обрели, нашли, и провели дегнификацию, и, конечно же, это, несомненно, мощи царевича Алексея и царицы Анастасии, которые были стороне. И после того, как не удалось их жить до конца, облив серной кислотой, облив бензину, разжев громадные костры и расстрелял тех, кто еще остался жив в повозке, их закопали, и это место, конечно, тщательно скрывались. Но и русские свои записки, все это подробное зазвозно было в 1934 году, и все эти данные, конечно, были все засекречены вот до настоящего времени, когда уже показали президента, получили доступ ко всем архивным данным, и проводятся все эти исследования совершенно в различных направлениях. Поэтому убийство царской семьи для советской власти в какой-то степени было ритуально, в том плане, что они устанавливали новую власть, новую идеологию. Ну и как не ритуал, можно сказать то, что останки Ленина до сих пор лежат на Красной площади. Что это? Как не ритуал, как не поклонение мертвецу, разрушившего наше государство, но тем не менее, по опросу общественного мнения, многие из наших людей православные, не хотят его оттуда убирать и не предавать земле, хотя, с другой стороны, он как бы и горит в гиене огненной, пребывая здесь над нами и нарушая наш жизненный строй. Вот таковы события имели место сто лет назад, и не зря сказано в этом послании, что всякое государство или всякий человек, строящий свою жизнь на идеологии, не верующих в Бога, его терпит кровавая неудача, которое будет преследовать все наше общество до тех пор, пока эта вера не будет обретена. И вчера слушая выступавших представителей антиохийской, александрийской, сербской, грузинской, чешской, польской, американской и других церквей, все как один отмечают, что из всех этих множественных государств один наш народ является таким многострадальным, благодаря тому, что Господь посылает нам таких бездарных руководителей на протяжении вот этого столетия, в котором мы живем после революции, после государственного переворота 17-го года. И вот на всем этом протяжении наш народ непрерывно мучается и терпит всю эту безбожную власть, которая правила нами до сегодняшнего времени. Вот таковы итоги этого расследования. И потом, общаясь уже с учеными людьми, привыкшись из Екатеринбурга и следующие эти останки, они рассказали об интересной линии, которая была первого обретения в 97-м году, когда эти мучки только в 95-м, 96-м году, когда их только нашли, когда, собственно говоря, захоронили в Петропавловской крепости, их принесли в храм, совершили божественную литергию. После литергии крестный ход направился перемещать их в аэропорт. И когда они вышли, то пошел... Была погода очень плохая, пошел вообще проливной дождик, погрузили в самолет, и взлетать фактически было нельзя. Но внезапно небо развернулось, выступил солнечный луч, и вот в этот промежуток самолет взлетает. И сказали то, что все эти летчики были неверующими людьми, но после того, как было явно это великое чудо, они все крестились и поверили в Господь нашу службу Христа. И они говорят, что вот больше свидетельства, чем вот это, нам, собственно, больше не надо, а как бы вопросы все задают, как обычно, демократы, сомнения, и один неумный человек может задать 100 вопросов, на которые ни один умный человек уже, к сожалению, не ответит. Вот об этом я хотел сегодня рассказать и призвать вас к тому, что было сегодня и завтра по умолению в нашем храме престольном и помнили о той страшной истории, которую постигал наш народ на протяжении этого столетия. Храни вас всех Господь!